Друзья, всем привет, Жука Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Спасибо большое за поддержку предыдущего видео. Действительно, там отличная статистика, но оно и понятно, потому что максимум, который я обозначил, тот максимум, который мы могли с вами увидеть, это уровень 4200-4250, и то с этого уровня должен был быть резкий откат. Это прям слова из прошлого выпуска. Мне вот, например, сейчас сложно писать трейдера, который сейчас с бухты-барахты влетит каким-то крупным объемом на уровень 4000 долларов. Это сделать может либо человек, который действительно не очень хорошо шарит в рынке, и сейчас увидел вот этот какой-то рост, и говорит, все, мы дальше будем расти. Либо, соответственно, спекулянт, который будет предыдущему индивиду показывать, что якобы этот рост будет, но тогда слив с этих отметок будет ой-ой-ой, какой крутой. Собственно говоря, именно такой пролив мы с вами наблюдаем. Если бы мы с вами начинали отталкиваться от уровня 4000, то откат был бы более гладкий. На самом деле это движение по ряду причин было довольно очевидно. Собственно говоря, поэтому я и какое-то время решил взять тайм-аут, отдохнуть, и немного сосредоточился на своих делах, потому что торговля должна быть дисциплиной. Ты наметил себе план действия, и если все идет по плану, зачем еще что-то там додумывать и придумывать? Ладно, друзья, давайте разбираться, каких же движений следует ожидать далее, по крайней мере, каких движений я ожидаю. По биткоину хотел бы обозначить тот момент, что мы в очередной раз с вами отыграли глобальную зону накоплений, отбились от верхней ее границы, и сейчас можем наблюдать большие объемы на сброс больших позиций. Среднесрочно у нас с вами рисуется явный медвежий стаб, который по-хорошему должен отправить нас на уровень 3500 долларов, 3550. Если честно, я думаю, что уровень 3700 долларов сейчас не будет выступать очень сильным сопротивлением. Да, определенно, остановка на нем должна быть, но я думаю, она будет не сильно значимой. Все же, рассматривая поддержки и сопротивления внутри канала фазы накопления, можно выделить такую четкую середину, это 3500 долларов, и в средний срок мы должны будем пойти именно на этот уровень. Почему для себя я сейчас не рассматриваю возвращение к уровню 4200-4400? Все очень просто, мы с вами пробили уровень 4000 и закрепились под ним. Да, закрепление у нас с вами прошло на часовиках, но учитывая, во-первых, объемы слива, во-вторых, то, что после этого дампа у нас не было моментального откупа, я думаю, что тут мы с вами будем отыгрывать медвежий сетап. Намного лучше видна данная ситуация на эфириуме. Да, конечно, этот актив заставил понервничать, но мы с вами должны учитывать то, что уже в эти движения заложена новость с Константинополем, поэтому он показывает, в принципе, больше процентов роста, чем другие криптоактивы. Эфир у нас также прошел зону 146-147 долларов, каких-либо показаний к тому, что пойдет опять ретестировать эти зоны нету, поэтому вероятнее всего, здесь тоже медвежий сетап. Пока что среднесрочная цель по активу, которую я рассматриваю, это уровень 125 долларов, но это цель движения актива, не цель покупки. Пока что рассматривать покупки по эфириуму, ну, я просто считаю глупо, в принципе, как и по биткоину. Сейчас на таких движениях влетать в активы, ну, это прям надо быть жестким хомячиной. Не волнуйтесь, с этим животным ничего плохого не случится, если оно съест немного радиоактивного гороха. Также, если взять больше диапазон по эфиру, абсолютно отчетливо виден уровень 120-130 долларов. Соответственно, эту цель мы с вами должны по эфириуму будем увидеть в средний срок, вероятно, даже, может быть, и в краткосрок. Потому что, анализируя ресурсы, которые посвящены трейдингу, я хочу вам сказать, что нет какого-то общего мнения у трейдеров. То есть, мы сейчас пойдем вниз, пойдем вверх. Очень-очень-очень-очень сильно разнятся мнения. И действительно, сейчас, ну, довольно большая паника на рынке у простого обывателя. Также хочу обратить внимание на то, что вот эти вот движения, они абсолютно локальны, они абсолютно никоим образом не показывают то, что у нас начнется тузамунный ралли по биткоину. Для того, чтобы глобально начать двигать рынок, я не говорю про уровень 20 тысяч долларов, для того, чтобы просто реально преломить глобальный нисходящий тренд, нам как минимум нужно понять, какая ситуация будет с баг, какая ситуация будет с фиделити, решение SEC по ETF. Также не стоит забывать о SEO-проектах. Вы всегда держите в уме, что как только мы будем подходить к каким-то глобальным границам, которые у нас будут показывать предпосылки к преломлению нисходящего тренда, нас будут жестко лить по той причине, что SEO-проекты на этих зонах будут, как правило, выводить свои активы для исполнения своих обязательств. Кстати, это к вопросу Proof of Stake. Действительно, апдейт эфира был бы очень кстати. И думаю, слушая меня, вы сейчас понимаете, что это такие вещи, которые еще надо, блин, дождаться. Поэтому сейчас говорите о каком-то глобальном развороте тренда, о каких-то глобальных движениях. Мы действительно рано. Мы сейчас с вами торгуем внутри канала. Поэтому, собственно говоря, прогнозы там уже которые месяц у меня идут в точку. И на данный момент серьезно рассматривать выход из этого канала я не считаю логичным. Ну, просто как минимум потому, что вы можете сейчас на полных серьезных чах сказать, что у нас пройдено дно. Мне, например, это сказать проблематично. Да, я рассматриваю сейчас как фазу накопления, но все равно далеко не факт, что дно у нас с вами пройдено. Думаю, ни для кого не секрет, что крупный игроку набирать позицию одинаково все равно, что на трех, что на четырех, что на пяти тысячах долларов. Поэтому, друзья, тем, чего я ожидаю от рынка в среднесрочной перспективе, я с вами поделился. Если был вам полезен поддерживать видео лайками, оставлять свои мысли в комментариях. Если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Кнопка там внизу. Информацию-то я даю полезную и бесплатную. Работаем. Сжимать твою за ногу. Да. Чему мы научились, Пауэр? Не знаю, сэр. Я тоже не знаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!